Всем привет! Это снова канал Койденс и сегодня мы поговорим о том, откуда все-таки в американском футболе Беларуси куча и куча денег. Сегодня поговорим про 4 кейса, как команде Койденс удалось раздобыть часть бюджета на сезон 23 года для участия в Лиге БФЛ. Четвертый эпизод будет от Инкогнито, поскольку этого человека, наверное, не хотелось бы показывать в кадре. Это будет иностранный спортсмен, поверьте, вы его точно знаете. И пятый кейс, это кейс Литвинов против Зубров. Просто огромное количество сообщений удалось найти в чатах, подпольных каналах, сообщества американского футбола в Беларуси. И поверьте, там творится настоящая грязь. И все это мы сегодня разберем в нашем очередном выпуске. А теперь погнали пообщаемся с первым инвестором, с первым жертвователем своих денег для команды Койденс. И этот приз будет учрежден по результатам последней игры Лиги БФЛ. И сейчас мы узнаем, кто же этот герой, который не носит супергеройскую одежду. И это герой номер один, сейчас мы с ним и поговорим. Погнали! И это первый герой нашего сегодняшнего сюжета. Это Артур, запоминайте и здоровайтесь на трибунах. Это как раз тот человек, который ходит на матчи не из-за того, что его друг играет на поле, или не из-за того, что это его одноклассница пришла в условные фурии, или ангелы, или в Хелкетс, или в Койденс. Это человек, который узнал про американский футбол именно белорусского розлива совершенно случайно. И Артур сейчас расскажет про учрежденный в честь него трофе, который достанется кому-то по результатам последней игры сезона. Артур, расскажи. Привет, Юра. Привет, подписчики. Что я могу рассказать? Как я пришел в футбол? Я пришел в футбол, работаем ночью, а ночью это самый замечательный спорт. И поэтому мы с другом, работая в одной смене, привели друг другу любовь к американскому футболу. Ну, я еще и немножко без гола. Болеем за Астрос. Болеем за Астрос, да. Что еще могу рассказать? Мне очень нравится этот вид спорта. Мне очень нравится этот вид спорта. Очень динамичный, очень интересный. И, конечно, хотелось бы, чтобы он развивался у нас намного круче, чем у нас получается. Но ты, ты стараешься. Если есть такие люди, как ты, то у нас должно все получиться. Тогда спрошу про любимую команду в чемпионате Беларуси. И что ты вообще знаешь про чемпионат Беларуси? Потому что, по сути, ты сторонний зритель, который никого не знает из игроков. И как-то случайно нашел информацию о нашем чемпионате. Да, я случайно. Потому что я болею за инфалайловскую команду Chiefs из Канзаса. И поэтому было интересно. Что у нас в Европе есть? Посмотрел, что у нас в Испании есть чемпионаты. Есть в Польше. В той же России есть. Не можешь вырезать. И в итоге просто посмотрел, что у нас. Ну, у нас, конечно, в этом плане немножко грустненько. И когда ты сделал в этом году команду, это было очень круто. Это меня впечатлило. Потому что зубры, литвины, они уже давно на суху. И в своих местечковых кругах все их знают. Это все там победители каких-то там годов. А тут просто сразу сделал человек команду. Давай сейчас не о таком честолюбиве в мою сторону. Поэтому я сейчас болею за Койденс. Окей, супер. Жалко, когда мы из Кэппо из Койденс. Блин, мы еще недостаточно богаты. Но мы точно разживемся по результатам этого чемпионата. Обязательно. Расскажи, что у тебя за идея пришла, о которой ты поделился со мной в Инстаграме. Пообщавшись с тобой, услышав, как ты проходишь всю эту бюрократию, это не так просто в нашей стране, как оказалось. И я подумал, что новая команда, новый чемпионат относительно. И нужно как-то подбогреть новую команду. Поэтому я решил как-то немножечко деньгами помочь. И небольшой сделать приз новичку в Койденс. Это новичок. В Койденс все новички сейчас. Это новичок, который пришел в белорусский футбол, наверное, вот как в этом году. Ну, как лучше. То есть мы именно из Дзержинских и Округа, да? Из Дзержинских, да, Округа. Но мне кажется, эти ребята впервые почувствовали этот спорт. И пусть им будет интереснее как-то завлечь. И просто я вот хочу сделать небольшой приз в размере 100 долларов. И получается 25 числа мы узнаем имя лучшего новичка команды Койденс. Потому что, как разберем в следующей части, не только Литвинам забирать по сотке баксов, не только Зубрам забирать главный приз Лиги БФЛ, но команде Койденс тоже будет своего рода мотивация на последнюю игру. И выберешь ты и команда. Вся команда выберет этого новичка. Запустим голосование. У нас в составе около 50 человек сейчас числится с учетом малых девочек и мужской команды. Поэтому будет хорошая выборка. Прекрасно. И тогда давай еще, поскольку мы снимаем этот выпуск на неделе перед игрой пятого тура БФЛ, будет игра Литвины против Зубров. Какой прогноз? Судя по инсайдерской информации? Нет, без инсайдерской на своих ощущениях. Я думаю, что... Ну, это будет разгром. Какой счет? Ну, 61-0. Окей. Пусть будет такой результат. И мы совсем скоро узнаем, кто же этот обладатель сотки баксов, новичок с зеленой купюрой в кармане. А мы переходим к инвестору номер 2. Это инвестор будет из Соединенных Штатов Америки. И зовут его Сергей. На данный момент это крупнейший инвестор команды, который сделал кучу траншев, и на которую вы, собственно, экипу смотрите каждую-каждую игру. Погнали к его видео. Добрый день. Меня зовут Сергей. Я занимаюсь поддержкой развития Амфута в Беларуси. Сам я родом из маленькой деревни, старая родица Дзержинского района Минской области. Поэтому, когда я узнал о таком проекте, как Койденс, посчитал своим долгом и обязанностью поддержать его по нескольким причинам. Во-первых, большой промежуток времени я сам занимался баскетболом и не такой большой промежуток американским футболом. Но идеи, традиции, культура, сам движ вокруг американского футбола мне очень близок. Поэтому хотелось бы, чтобы эта культура у нас развивалась. Второй фактор, что это команда из моего района, из моего города. А я не так много знаю городов и районов в нашей стране, в которых развивается такой вид спорта, как американский футбол. Поэтому тут вопрос с поддержкой в принципе не стоял. Что вот она есть, и ее надо поддержать. И это без вариантов. Ну и третье, просто хотелось бы дать возможность молодым ребятам, девчонкам заниматься спортом у себя на родине. Это, я думаю, дорогого стоит, потому что объективно есть различные факторы, которые сдерживают то или иное развитие, так сказать, спорта. Поэтому, если есть возможность, то надо поддерживать. Я так считаю. Вот. Что вам еще сказать, я даже не знаю. Но давайте скажу так. Этот сезон, я считаю, для команды Коинденс в принципе проходит успешно. И в принципе то, что команда Коинденс принимает участие в нем, и это их первый сезон, и они показывают достойный результат, я считаю, на фоне всего этого, не словами, а делом, я должен поддержать их еще. И поэтому команде Коинденс я гарантирую бонус в размере 300 условных единиц за победу над командой Литвинами в финальной игре сезона. Так сказать, я считаю, что это приятный бонус в конце сезона, который поддержит команду. Всем спасибо, всем пока. И переносимся из-за океана кучу денег. Только что получили от Сергея, наверное, оповещение сейчас еще одно придет. Но перенесемся и к местным партнерам. Есть такая компания StreamIt, которая нам уже пятый тур на этой неделе проведет нереального качества трансляцию. И они, несмотря на то, что у нас есть и договорные отношения по трансляции, они тоже предоставляют сувенирную продукцию для того, чтобы разыгрывать для болельщиков. И в частности, сейчас мы узнаем, что они думают насчет четвертого тура, как они разыграли, а мы до сих пор не отдали приз победителю. И сейчас все будет разыграно. Не волнуйтесь и посмотрите видео от команды StreamIt. Привет всем любителям американского футбола Белоруссии. Я надеюсь, что наша трансляция смотрит не только в Белоруссии, но и за ее пределами. Я знаю, что многие игроки вынуждены уехали из страны и теперь играют в других лигах, в других странах. И надеюсь, что наши трансляции просматривают и ностальгируют по тем временам, когда играли в белорусской лиге, в белорусский американский футбол. Сейчас у нас такое короткое включение. На предыдущей трансляции мы делали розыгрыш от нашей компании. Мы вдохновлены вообще всем движением американского футбола и хотим сказать огромное спасибо организаторам. Мы сталкивались с разными видами спорта за всю нашу профессиональную деятельность. И редко, конечно, получается такое, что люди, которые организовывают соревнования, настолько душой отдаются. Поэтому мы тоже заразились и решили как-то поддержать весь американский футбол в Белоруссии. И да, не с первой трансляции, но с прошлой трансляции и две оставшиеся трансляции мы будем проводить розыгрыши именно от нашей компании, стримит. И, собственно, вот он дебютный розыгрыш. Механика простая. Мы просили всех зрителей в рамках трансляции в чате писать свои предложения по MVP матча. Комментариев, к сожалению, не так много. Хотелось бы, конечно, больше. Я надеюсь, что в следующей трансляции уже будет конкуренция повыше. Напомню, приз мы разыгрываем майку с символикой BFL. Специальный, уникальный дизайн разработан дизайнером нашей компании. Поэтому такой майки ни у кого не будет. Ну, разве что. Вот три трансляции, в рамках трех трансляций мы разыгрываем майки. Соответственно, только три майки такие будут в Белоруссии. Поэтому, мне кажется, приз действительно достойный. Вот. Механика простая. Надо было просто, как я уже говорил, оставить комментарий за MVP. Мы каждому комментарию присваиваем порядковый номер. И сейчас вот я сделал табличку сводную. Вот она. Десять у нас комментариев было по MVP матча. И сейчас просто методом случайных чисел выберем победителя. Итак, давайте начинать. У нас десять участников. Открываем сайт. Ставим от одного до десяти. Все. Прямо один раз делаю. Никаких подстав. Я думаю, что как-то надо будет, конечно, придумать. Может быть, в прямом эфире это должен делать. Но пока так. Как сгенерировать. Номер восемь. Так. Номер восемь. Под номером восемь у нас Алина Горчанина. Горчанина. Надеюсь, правильно фамилию сказала. Извините, если не так ударение. Она голосовала за Симончика. Итак. Что я предлагаю? Я предлагаю Алине, если она находится в Минске, прийти на следующий матч. И мы прямо в прямом эфире вручим подарок перед началом игры. Если она не в Минске, мы готовы там прислать вам приз почтой. Свяжитесь, пожалуйста, с нами. Каким образом можно с нами связаться. Найдите в Инстаграм. Стримит наш профиль. Я думаю, что... Я у Юрия попрошу, чтобы он, может быть, закрепил к видео ссылочку. Или там в комментариях мы закрепим ссылку на Инстаграм. Зайдите к нам в Инстаграм. Напишите в Директ. Скажите, что вы вот участвовали в розыгрыше. Вы победитель. Мы каким-нибудь образом там идентифицируем, что это действительно вы. Что не кто-то нас вводит в заблуждение. И вышлем вам майку. А лучше, конечно же, приходите на следующую игру. И мы вручим вам майку в прямом эфире. Если будете стесняться, ладно, сделаем это за кадром. Но тет-а-тет хотелось бы познакомиться и увидеться. Продолжайте голосовать в следующих трансляциях. Я надеюсь, что мы уже в следующий раз будем выбирать не среди 10 человек, а хотя бы человек 20, чтобы было. Потому что хочется... Ну, что тут уже таить греха. Комментарии, когда оставляют люди, это положительно сказывается на трансляции. Она рекомендуется другим зрителям. Мы все хотим, чтобы американский футбол в Беларуси развивался. Поэтому давайте мы со своей стороны вот таким вот образом стимулируем какое-то движение, какие-то комментарии в трансляциях. Но никто же не запрещает вам между собой тоже начать какие-то обсуждения, какие-то споры или просто слова поддержки написать для команд. Потому что, ну, это большое дело и очень больших трудов стоит. Давайте поддерживать футбол. Всем привет еще раз. И до новых встреч. Пока. Конечно, огромное спасибо команде StreamIt за то, что поддерживают американский футбол и смогли предоставить такой классный ролик, который вы только что, уверен, посмотрели, не свайпнули. И переходим к следующему очень интересному эпизоду. Это герой номер 4. Конечно, не охватим мы всех в этом выпуске, но это очень интересно. Не называя конкретных имен, поскольку не получил до сих пор ответа о том, можно ли использовать полный скрин и де-анонить этого известного спортсмена в Беларуси. Просто основные скрины вот сейчас будут у вас перед экраном. Суть в чем, что при создании команды каким-то образом этот спортсмен узнал о Койденс Дзержинск, поддержал американский футбол как единственный не зашкварившийся игровой вид спорта в Беларуси. И вот здесь будет плашечка о том, какая сумма небольшая, но очень нужная в тот момент, была переведена для развития команды. В частности, закупили мячи на эту сумму. И огромное спасибо. Можно сказать об этом человеке, что этот человек жал руку Леброну Джеймсу самому, поэтому американский футбол в Беларуси и Леброн Джеймс очень хорошо связаны. Этот человек, наверное, переобщался со всеми звездами NBA американского спорта, поэтому, видите, белорусская BFL-лига не так оторвана от NFL. И есть небольшие, но все-таки связи. И давайте сейчас перейдем к последней завершающей теме. Это тема срача. Это все то, для чего вы только что смотрели этот выпуск. И мне нужно будет обязательно смотреть в телефон и комментировать это сочные цитаты. Сейчас все будет. Подождите. И сейчас, наконец, самая интересная тема. Все знают, что американский футбол в Беларуси, а в частности просмотр матча вживую на стадионах, это очень-очень редкая тема. Официальный матч до этого сезона можно было посмотреть только в далеком-далеком 2019 году. И сейчас турнирная таблица уже чемпионата 2023 года. Спустя 4 года, наверное, 4 года всегда требуется в Беларуси для того, чтобы провести что-то новое. Соответственно, в данном случае это будет новый чемпионат. Не без интриг обошлось. Сейчас вы все поймете, почему есть огромная-огромная интрига. Давайте посмотрим на турнирную таблицу, которая сейчас есть у вас перед глазами. После прошлого тура, за 2 тура до конца чемпионата и через 4 тура после начала, Зубры уверенно лидируют и уже забронировали за собой первое место по итогам Лиги БФЛ. Казалось бы, для того, чтобы Литвинам выйти на второе место, нужно выиграть в Койденс плюс 37 и больше. По мнению большинства аналитиков, этот исход воспринимаю скептически, поэтому Лига БФЛ по договоренности менеджеров Зубров и менеджеров Литвинов решили следующее. А именно, за каждый свой тачдаун Литвины получат дополнительные 100 долларов от руководства Лиги. Это факт 1. И факт 2. Игра будет без Мерси Клок. Соответственно, в случае преимущества одной из команд плюс 35 очков, время все равно будет останавливаться. По прогнозам букмейкеров на всех линиях, которые есть в многочисленных известных мировых конторах на белорусский Амфут, средний набор очков, а соответственно и Тотал, будет намного-намного выше предыдущих результатов Лиги БФЛ. И сейчас в дебрях чатов, в дебрях форумов о белорусском Американском футболе прочитаем несколько комментариев, которые коснулись этой интересной новости. И первое. Мне вот интересно, без унижения соперника, ну никак не обойтись. Наверное, здесь комментировали то, что Литвины с небольшой долей вероятности наберут хотя бы один тачдаун. Есть большая ирония в этом. На что был получен ответ тех, кто поддерживает положительный результат зубров в этой игре? Унижение в твоей больной голове. Это согласовано со всеми руководителями команд и полностью соответствует задачам Лиги. Унижение это слушать безумные советы, не имеющие никакой связи с реальностью. Это то, за что мы любим чат The Huddle. И обязательно подпишитесь, там нужно как можно больше подписчиков, для того, чтобы выслушать и ваше мнение на этот счет. В ответ было несколько интересных предложений. Кто-то предположил, что комментаторы приняли с утра, или кто-то, что комментирует это с головой, больной, нездоровой. Могу еще несколько интересных комментариев, не упоминая этих персонажей, рассказать. Комментарий такой интересный нашел. Не могу подобрать слово. Непрофессионально. Блин, вот как назвать это про оплату тачдауна? Видимо, скептически комментаторы относились к этой идее. Либо еще один комментатор. Как литвины были в форме, так ссали с ними играть. А сейчас уже и согласны за призовые играть. И есть еще один интересный комментарий, который касается, наверное, игроков литвинов. И это комментарий следующий. Печально, что там дофига людей, никто из них не сказал, что это фу и некрасиво. Соответственно, скептически идеи этих воспринялись. И срач это то, как раз за что мы любим лигу БФЛ. Ну что же, мы посмотрим результат этой игры. Посмотрим, сколько сотен долларов заберут себе в карман литвины уже после этой игры в воскресенье. Посмотрим, насколько попустеет казна БФЛ. Насколько сократится отрыв от набранных очков Койденс и Литвинов по итогам пятого тура. И мы перейдем после этого уже в решающий шестой тур. А на сегодня это было все. Пошел монтировать выпуск. Всем пока!